Всем привет, друзья! Мы продолжаем изучать CorelDRAW 2020. Это третий урок и в этом уроке мы изучим инструмент текст. Покажу, что с ним можно делать и как менять. Иконка инструмента находится в левой панели инструментов под буковкой А. Также, если мы нажмем на вот этот треугольничек, мы увидим дополнительные свойства этой кнопочки. Таблица. Не знаю, почему ее запихнули именно в текст, но она там. Удалим. Снова зайдем инструмент в текст, либо горячая клавиша F8. У нас появился вот такой курсор с буковкой А. И щелкаем на месте, где нам нужно начать печатать. Вот мы написали слово и нажмем инструмент выборов, просто чтобы был у нас курсор, чтобы не отвлекаться. Итак, здесь сразу у нас открылось свойство текста, в котором мы можем менять какие-то заданные настройки. Например, сам шрифт. Кроме, если вы хотите закачать шрифты нестандартные, вы просто находите файлы шрифтов. В поиске очень много бесплатных шрифтов. Можете создать целую свою коллекцию. Устанавливаете, и все они появляются в корне. В данном случае слово «Привет» у нас написано «Кириллицей», то есть русскими буквами. И темным подсвечиваются те шрифты, которые можно использовать в кириллице, а вот таким серым, который нельзя. Видите, у нас квадратики отображаются, если мы используем этот шрифт. Как правило, такие шрифты работают на латинице. Допустим, оставим вот этот шрифт. Следующая вкладка. Мы можем выбрать начертание. Здесь у нас размер шрифта. Мы можем либо увеличивать, щелкая по кнопочке, либо написать свой размер. Дальше, если мы нажмем сюда, мы увидим подчеркивание, заливка. Здесь у нас обводка текста. Мы можем добавить абрес. Можем его не добавлять. Здесь выбираем цвет абреса, так как у нас сейчас его нет, то и здесь стоит зачеркнутый квадратик. Если мы выберем, например, 1, и здесь выберем цвет абреса, допустим, то увидим, что вот он появился. И также мы его можем обратно отменить. Здесь различные дополнительные свойства текста. Это, например, сделать степень. Мы пишем просто цифру 2, выделяем ее и нажимаем вот сюда. И у нас эта циферка становится степенью. Ну и обычное наложение абреса, наложение заливки. Если мы перейдем вот сюда, здесь мы увидим, как у нас будет, точнее, мы можем выбрать, как отцентровать текст, если у нас его много. Например. Выделяем по левому краю, по центру, по правому краю. Хотя так не очень видно. Давайте напишем место привет. Доброе утро. И щелкаем. Здесь мы можем выбрать межстрочный интервал. В данном случае он у нас сейчас стоит в процентах. Вот видите, процент от высоты символа. Также мы можем выбрать пункты и процент размера пункта. Также текст можно не просто вот так вот кликнуть и напечатать. Мы можем задать область, в которой будет наш текст. Например. Нам нужно, чтобы наш весь текст вмещался вот в этот квадратик. Я скопировала кусочек текста и вставлю его сюда. Видите, у нас область выделена большая, а текст маленький. То есть в данном случае мы можем либо увеличить размер шрифта, либо уменьшить область. Давайте уменьшим область. И так как мы ее растягиваем, таким же образом у нас меняется текст. Это очень удобно использовать, например, в брошюрах и буклетах. В любых печатных изданиях, каких-то полиграфиях. Потому что вы сразу задаете область, за которой текст выступать не будет. И вам не нужно переносить построчно все. Если вы выберете, например, по ширине выравнивания, он будет выравнивать по ширине. Либо полное по полному вашему контейнеру. Что еще можно сделать текстом? Тексту можно задать направление. Например, создадим эллипс. И, допустим, мы хотим пустить этот текст по кругу. Как нам это сделать? Мы нажимаем на текст, который нам нужен. Здесь вкладочка «Текст». И текст вдоль пути. Видите, у нас он привязывается к кривой эллипса. И мы можем уже куда хотим его разместить. Например, вот так. И также можем двигать. Когда появляется такая вот красненькая линия, это означает, что ваш текст находится по центру окружности. Также мы можем выбрать инструмент создания формы. И, например, увеличить интервал между буквами. Также можно его и редактировать, и изменять его свойства различные. Шрифт, размер, все что угодно. Дальше, когда вы хотите, например, перенести текст, он будет цепляться все равно за эту кривую. Поэтому, если она вам не нужна, вы ее просто удаляете. Но необходимо понимать, что при первом выделении выделяется и текст, и эллипс. Поэтому мы зажимаем Ctrl и выделяем только эллипс. И удаляем его. Теперь у нас текст сам по себе. То же самое можно сделать по любому направлению вектора. Вы можете даже нарисовать портрет, допустим, вектором. И пустить текст по этой кривой. Выбрали текст. Также выбираем текст вдоль пути. И вот у нас текст стал по нашему сердечку кривому. Давайте увеличим размер шрифта. Немножко лишнее уберем. Продолжение следует... Ну, допустим, вот так. И удалим наш вектор. Вот у нас получилось такое сердечко текстом. Если мы выберем текст, ну, допустим, вот в этом сердечке и нажмем Ctrl-Q, то наш текст превратится в кривые. Он уже не будет редактируем. Он уже не будет редактируемым. Но и, например, если вы сдаете печать, всегда нужно текст закривлять, потому что шрифты, которые есть у вас, не обязаны быть, например, у типографии. Поэтому мы нажимаем всегда Ctrl-Q. Вернем назад. Что еще можно сделать с текстом? Например, если вы два раза нажмете на значок текста, то выделится весь текст, который находится на этой странице. Видите, у нас вот этот текст выделился и вот этот. Этот не выделился, потому что он у нас уже в кривых. Это очень удобно, когда вы печатаете много текста на буклете. И чтобы не выделять каждый, просто щелкаете два раза, чтобы выделить весь текст. Также, если мы, например, выделим текст и нажмем правой кнопкой мыши, мы можем изменить, например, регистр. Или если мы нажмем Ctrl-Shift-T, то у нас откроется вот такое окошечко, в котором мы можем редактировать текст, изменять его на чертание, размер, шрифт и регистр. Ну и различные какие-то другие параметры. Также текст можно заключить в оболочку и менять его. Помните, раньше в Corel, нет, раньше в Word были всякие шаблоны текста, там выпуклые, невыпуклые. Вот в Corel можно тоже это сделать, задать форму тексту. При этом он будет именно текстом, не кривым, то есть его можно будет редактировать. Мы выбрали текст, нажали оболочку вот здесь вот выбрали и нажимаем создать новую. И у нас появляются вот такие вот опорные точки для того, чтобы трансформировать текст. Мы можем выбрать готовую оболочку. Также ее менять можно. Либо можем создать свою, создать новую. И здесь мы выбираем, какое трансформирование нам нужно. Вот, например, в режиме дуги. И мы уже меняем, как хотим его. Допустим, поменяли. Вот он у нас такой распыльчатый. Если мы выберем инструмент создания форм, то снова сможем редактировать оболочку. Так, основные моменты я рассказала. Ну и из самого такого простого еще здесь поможем менять цвет. Если левой кнопкой мыши мы нажимаем, мы меняем заливку. Правой кнопкой мыши мы добавляем адрес. Также можно добавить прозрачность тексту. Или можем добавить тень. Все эти свойства можно применить. Не только к тексту, но и к любым другим объектам. И все настройки этих инструментов находятся сверху. То есть вы можете поменять прозрачность тени. Также и настройки прозрачности и всего остального. Я думаю, что на этом урок по тексту мы закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. В любом случае во всех остальных уроках, когда мы закончим по основам, мы будем пользоваться текстом, мы будем пользоваться всеми остальными инструментами и каждый раз узнавать немножко больше. На этом я закончу. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Друзья, если мои ролики для вас полезны, пожалуйста, не жалейте лайков, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Это помогает мне понять, что мои видео полезны, их смотрят и по ним учатся. Соответственно, и я записываю видео больше, делаю их интереснее, выкладываю чаще. Обратная связь всегда мотивирует. А если вы сделаете репост моих видео в ВКонтакте, в Facebook или в любых других социальных сетях, я буду вам безмерно благодарна. Кстати, я есть еще и в Instagram. Ссылку на аккаунт вы можете найти под любым видео или в описании к профилю. Пишите мне, задавайте вопросы, я всегда буду рада. Пока, до новых встреч в новых видео. Там сзади еще паломники идут. Что-то идешь. Друзья, если мои уроки для вас полезны, пожалуйста, не жмите лайк. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Это помогает мне, всегда жива. Давай. Камера, мотор. Пас. Друзья, если мои ролики для вас полезны, не жмите лайк. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Да Саша! Не смотри! До новых встреч в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok